Прямо на Полину вскали острые клыки, неслась огромная горилла. Животное ловко передвигалось по джунглям, не обращая внимания на дождь и мокрые листья под ногами. Зверь стремительно приближался, заставляя девушку замирать от страха. Когда Полина приехала в Африку, она никак не ожидала оказаться в подобной ситуации. Девушку с друзьями встретил гид из аэропорта. До гостиницы они добирались несколько часов. Джип подкидывала и мотала из стороны в сторону на каждом ухабе. По дороге гид рассказал о местности и несколько раз повторил, что самостоятельно в джунгли лучше не ходить. Полина приняла это за рекламные росказни. За каждый час сопровождения гида нужно было платить. Естественно, он не хотел, чтобы туристы передвигались самостоятельно. Первые два дня гид не оставлял туристов ни на секунду. Поэтому на третий день дали гиду выходной. Полине быстро надоело сидеть на месте. Она решила прогуляться в джунгли. Тем более, что до них было рукой подать. Девушка собрала небольшой рюкзак с запасом воды и еды, не забыла про спутниковый телефон и забила на нем вызов местной спасательной службы. Казалось, она предусмотрела все. На выходе из гостиницы администратор на ломаном английском спросил, куда Полина направляется. Девушка показала рукой на стену джунглей, чем испугала мужчину. Он начал что-то быстро объяснять, размахивая руками. Экспрессивная речь почти полностью состояла из слов местного диалекта. Однако там проскакивали знакомые фразы. Из всего сумбура, что вывалил на Полину администратор, девушка поняла немного далеко в джунглях ходить опасно, и оттуда никто не возвращается. Мужчина еще что-то вещал о темных больших духах. Однако Полина не сильно доверяла словам человека, который на шее носил куриную лапку от сглаза. Она вежливо поблагодарила мужчину за заботу и решительно пошла к лесу. Мужчина вслед кричал что-то про потоп, но девушка только усмехнулась. На небе не было ни одного облачка. Солнце жарило немилосердно. Полина решила, что администратор просто в сговоре с гидом и получает свой процент за то, что не позволяет туристам разгуливать одним. Девушка не собиралась далеко идти. По карте она увидела небольшое озеро в нескольких километрах от гостиницы. Целого дня как раз должно было хватить, чтобы дойти до него и вернуться назад. Полина подтянула шлейки рюкзака, глубоко вдохнула чистый, ни на что не похожий запах африканских лесов и решительно шагнула под тень деревьев. Первые пару километров прошли легко. Девушка любовалась природой, слушала пение птиц и отмахивалась от полчищ насекомых. Расстояние до озера стремительно сокращалось, отчего улучшалось настроение. Полина на какое-то время ушла в свои мысли, и когда вынырнула из них, поразилось тишине вокруг. Куда-то делись птицы, не кричали в высоких кронах мелкие обезьянки. Девушка настороженно оглянулась по сторонам, но ничего подозрительного не заметила. Внезапно вокруг потемнело. Невольно Полина вспомнила слова администратора о черном духе, и у нее побежали мурашки по телу. Вдали что-то громыхнуло. Девушка подскочила на месте и уже подумывала, в какую сторону бежать. И тут ей на макушку упала холодная тяжелая капля. Полина подняла голову к небу и рассмеялась дождь. Это просто дождь, от которого спрятались птицы и животные. Низкими темными тучами затянуло все небо, отчего в лесу стало темно. Крупные капли лениво стучали по листьям. Сразу запахло свежестью. Полина повернула в обратную сторону, но не прошла она и нескольких шагов, как дождь превратился в ливень. Вода мигом промочила девушку насквозь. Спрятаться не получалось ни под одним деревом. Ливень шел настолько плотной стеной, что девушка не видела ничего вокруг на расстоянии вытянутой руки. Полина побежала, практически не сверяясь с компасом. Почва вокруг стремительно превращалась в болото. Опавшие листья под ногами скользили. Ливень падал на землю, образовывая ручейки. Девушка внезапно поскользнулась и рухнула на опавшую листву. Ногу прострелила адской болью. Полина громко вскрикнула и схватилась за лодыжку. Она с ужасом посмотрела на ногу, ожидая увидеть перелом, но внешне все было в порядке. Боль не стихала, а наоборот, росла с каждой минутой. От этого в глазах Полины потемнело. А когда девушке удалось проморгаться, обстановка вокруг изменилась. Туристка разглядела деревья вокруг и внезапно заметила большое темное пятно. Тень начала двигаться по направлению к девушке. Вскоре стало понятно, что это огромная горилла. Животное явно было недовольно нарушением границы его территории. Морду обезьяны исказила гримаса злости. Изо рта торчали острые клыки. Полина в ужасе отшатнулась. Она припомнила все рассказы гидов о грозных хозяевах джунглей. Против рассерженных горилл не мог выстоять ни один безоружный человек. Нередко разъяренные животные разрывали непрошенных гостей на куски. Сердце девушки грозило выскочить из груди, а руки дрожали. Внезапно она увидела себя со стороны пролететь тысячи километров, чтобы увидеть дикую природу Африки и погибнуть от лап этой самой природы. Полина нервно расхохоталась. От необычного звука горилла замерла. Она внимательно смотрела на человека, скалилась, но уже не пыталась подойти. Внезапно в голову девушки пришла история, который развлекал их гид по дороге в отель. В ней мужчина остался один на один с опасным хищником, но не растерялся, развел полы рубашки в стороны, чтобы казаться больше, и громко заорал на животное. Зверь признал, что соперник больше и грознее его, поэтому ушел. У Полины рубашки не было. Она даже не была уверена, что гориллы были хищниками, но в том, что острые клыки могут разорвать плоть, не сомневалась. Поэтому решила действовать по той же схеме. Девушка подняла руки, расставила их в стороны и заорала во все горло. Горилла даже вздрогнула от неожиданности, а скал сменился на озадаченность. Животное не двигалось, и Полина сочла это успехом. Внезапно в голову пришла мысль, что неподалеку могут быть еще туристы. Девушка не знала, сколько пробежала. Может, она уже неподалеку от отеля. Поэтому снова закричала. Вскоре ее горло болело. С каждым криком звук становился все тише. Полина уже поняла, что даже если она и сидит в ста метрах от отеля, ее не смогут услышать из-за шума дождя и ветра. Но хотя бы громкие звуки удерживали гориллу на расстоянии. Внезапно животное мотнуло головой и снова начала приближаться. Девушка дернулась в сторону, но ногу прострелила боль. Вспомнилось главное правило при встрече с медведем прикинуться мертвой. Полина опустила руки и легла на землю. Она понадеялась, что горилла быстро утратит к ней интерес. Полина закрыла глаза и постаралась дышать как можно незаметнее. Вскоре над девушкой раздалось сопение. Животное обошло Полину по кругу, внимательно обнюхивая. Горилла трогала Полину за руки и ноги. Когда она прикоснулась к поврежденной лодыжке, девушка не сдержала приглушенного стона боли. Зверь тут же отдернул ладонь, а потом резко перекинул Полину через плечо и куда-то потащил. У девушки внутри все оборвалось. Она с ужасом решила, что ее тянут в логово, чтобы съесть на обед. Горилла притащила Полину в маленькую пещерку и свалила на землю. Она тут же обернулась лицом к животному и вжалась спиной в камень. Впрочем, гориллу это мало волновало. Зверь устроился возле входа в пещеру и наблюдал за дождем. К девушке животное не приближалось и даже не смотрело в ее сторону. Девушка пошевелилась. Не дождавшись реакции, она решилась на побег. Полина встала на колени и поползла в сторону выхода. Было больно и неудобно. Она сосредоточилась на неприятных ощущениях, поэтому не заметила стремительного перемещения гориллы. Животное резко возникло перед ней, оскалило острые клыки и издало оглушающий рев. У девушки от ужаса кровь застыла в жилах. Прямо перед глазами перекатывались мощные мышцы животного. Полина понимала, что у нее нет ни единого шанса против такого сильного противника. Горилла толкнула девушку в плечо, подгоняя обратно к стене. Как только Полина вернулась на свое место, животное спокойно устроилось у входа и снова уставилось на стену дождя. В этот момент Полину озарила догадка и горилла не нападает, а спасает ее. Зверь перенес ее в безопасное сухое место, теперь охраняет. Кто знает, какие хищники бродят неподалеку. Против гориллы они не пойдут. А значит, Полину никто не тронет. Тогда девушка облегченно выдохнула и вспомнила про телефон. Она полезла в рюкзак под любопытным взглядом животного. Телефон, как и все содержимое рюкзака, промок, но Полина постаралась просушить его. Аппарат мигнул сигналом. Девушка облегченно выдохнула, набрала службу спасения и объяснила, в какой ситуации оказалась. Ее попросили оставаться на месте, не выключать телефон и ожидать спасателей. Горилла с интересом наблюдала за разговором, но агрессия не проявляла. Полине захотелось как-то отблагодарить животное. Она достала свой запас пищи и протянула горилле. Та с недоверием смотрела на хлебцы. Полина отломала кусочек, засунула себе в рот и тщательно прожевала. Животное поняло, что ему предлагают пищу, взяло угощение и тут же захрустело снегами. Через несколько часов Полину нашли спасатели. К тому времени страх перед гориллой окончательно ушел. Когда зверь повернулся по направлению к девушке, Полина только накинула на плечи рюкзак. Животное взвалило Полину себе на плечо, вынесло из пещеры на поляну. Горилла отошла подальше, а потом незаметно растворилась между деревьев, как только рядом появились люди. Воспоминания о поездке подвернулись дымкой, но встреча с гориллой осталась в сердце Полины навсегда. Оказывается, даже грозные дикие звери могут сочувствовать и помогать человеку. Многим может показаться данный текст выдумкой, но на самом деле гориллы достаточно миролюбивые создания и зафиксировано немало случаев, подобных вышенаписанному, когда огромный примат помогал человеку, оберегал его от опасности и до прихода помощи. Правда, люди не всегда ценят эту помощь и иногда убивают горилл, считая, что они представляют опасность для... Продолжение следует...